Действительно ситуация очень неприятная и, откровенно говоря, уж если подводить итоги, обсуждая сегодняшнюю нашу встречу, мы всегда пришли не каяться и не пеплом голову посыпать. Единственное, перед кем, потому что я так считаю, что здесь аудитория руководителей, которая как раз и несет ответственность, в первую очередь, для того, чтобы создать нормальные условия для жителей города Томска. Перед кем уж мы должны извиниться, это, конечно же, в первую очередь перед нашим населением. И все, что касается цифр, хоть и телевидение, но иногда резкий, мне по барабану, откровенно говоря. Когда я оказываюсь на улице как гражданин, когда я иду по пешеходным дорожкам, по колено, сколько? Полторы, две? Как управленцу, вчера мы рассматривали, поверьте, полтора часа, по косточкам разобрали ИСАХ, то есть можно работать совсем по-другому. И по прошлому году мы до 5000, когда было экстренно, мы проводили штаб, доводили. Не надрывая пупки, а именно вообще пересмотреть систему работы, эффективность работы. То, что касается тех проблем, которыми столкнулись, ну давайте, чтобы, товарищи управленцы, они были не вчера, а не сегодня. И все понимали, что нужны и полигоны дополнительные, и меры дополнительные, и активизация работы и так далее. Сегодня можно оправдываться, конечно, с течением обстоятельств и погодных условий. Все это есть. Но самое главное, я вот обращаюсь здесь к руководителям, любого уровня. Ну, оценен руководитель, когда он не в тепличных условиях принимает решение, тогда все хорошо. Тогда и простой выпускник без опыта может руководить. А оценен руководитель, когда в экстремальных условиях умеет принимать правильное решение и переводить свою команду именно к хорошему результату. Итак, вот что мне удалось найти в интернете, позабросить. Сразу уже пишет. Значит, на что обращаю внимание? Значит, выводы мы однозначно сделаем. Перунов записывай. Первое, надо поработать очень серьезно, если говорить о домовладениях с жителями. Вот здесь по-разному двояко можно относиться к тем вопросам. Нельзя подойти к мусорному баку. Ну, давайте честно, мы как-то вообще, у нас деление есть среди населения. И по доходам, и так далее. И кто в частном секторе живет, бабушки и дедушки. Ну, никто к ним не ходит и не чистит. Для того, чтобы свой мусор нужно принести. Я понимаю, когда завалили там уже. Поэтому мы должны работать все вместе. Надо работать с населением для того, чтобы нормально очистить дворовую территорию.